Социально-экономическое развитие глубинки. Именно этому направлению было уделено особое внимание главы региона Ярлы Тукжанова в ходе рабочей поездки в Уилский район, а именно развитию сферы сельского хозяйства и ряда других направлений. Кроме того, Акимобласти принял участие в торжественном открытии мероприятия, приуроченных 155-летию Кукжарской ярмарки, расположенной на Великом Шелковом пути. Кукжарская ярмарка – настоящий тренд и визитная карточка Уилского района. Как правило, здесь организовывается продажа по приемлемым ценам сельскохозяйственной продукции, производимой местными аграриями. И несмотря на климатические условия, фермеры выращивают овощные культуры. Это как раз ЛПХ, личное подсобное хозяйство. Правильно, да? Дальше надо развивать тогда. Вот я сейчас механизм думаю, где-то по 2,5%, кто вот так будет заниматься. Под помогать, да. Вот залог. Ну а что такое 2,5%? Это что, в принципе, нормально? Бесплатно это? Я думаю, это очень хороший пример. Так что я думаю, дальше надо поднимать. Безусловно, ярмарка позволяет Уилцам и гостям района покрыть потребность к качественной продукции. И отрадно, что местные предприниматели активно пользуются мерами государственной поддержки для открытия собственного дела. Я куману вернулась на 14 кредитал. В 2020 году мы получили безвозмездный грант. Огромная благодарность за это государство, которое поддерживает начинающих предпринимателей. Сначала был фастфуд, а сейчас занимаемся кондитерским делом. Печем торты, пироги, в наличии также полуфабрикаты. Все делаем сами из экологически чистого сырья. Кокжарская ярмарка была официально открыта весной 1867 года в Тимирском уезде Уральской области. Место проведения ярмарки было перенесено в 1869 году в урочище Баркыну крепости Уил. Ярмарка проводилась два раза в год. С 15 мая по 15 июня и с 15 сентября по 15 октября. Остановлено в 2001 году. Все были развалены, все двери поставили и кирпичи вкладывали. Все наши реставрации сделали. В целом ярмарка была организована на высоком уровне. Красочное оформление этно-ула, популяризация и пропаганда национальных традиций и обычаев. Различные в роды выставки традиционного искусства. Все это является ярким примером сохранения казахской идентичности. Собравшимся было показано яркое театрализованное представление в духе времен, когда Кокжарская ярмарка славилась далеко за пределами края. 50 дамбристов одновременно исполнили Кюй на праздничном мероприятии. На региональный фестиваль Жирши, который проходил в рамках ярмарки, приехали пивцы не только из Актюбе, но и из соседних от Ираусской и Западно-Казахстанской областей. Атмосфера этно-аула, так же как и концерт Алтыбакхана Ясенда, подарили гостям ярмарки незабываемые впечатления. Ярмарк – это не только место торговли, но и место встречи и общения. Только недавно мы были свидетелями возрождения знаменитой ярмарки Жармала в Иргизском районе. Пандемия и январские события остались испытанием для нашей страны, но мы выдержали все трудности благодаря сплоченности и единству. В мире насчитывается более 5000 национальностей и только 195 государств. Нам посчастливилось жить в независимом государстве. Наши предки оставили нам священную землю. Благодаря этому мы возрождаем наше прошлое и прокладываем путь к нашему будущему. Пусть в нашей стране царят мир и спокойствие. Уиллский район имеет большой потенциал в сельскохозяйственном направлении, и местные жители активно развивают отрасль, пользуясь мерами государственной поддержки. Тем самым они обеспечивают качественной продукцией населения. Яркий пример – семейный тепличный бизнес супружеской Читы Мира Кулбаевой, Сапуры Мрзагалиевой. Они зимой и летом снабжают уиллцев свежими овощами. Ознакомившись с деятельностью теплиц, глава региона подчеркнул, что жители должны видеть и брать пример с таких семей, которые превратили свой двор в источник дохода. Такое дело по силам каждому жителю села. Нужна лишь небольшая поддержка. Акимам районов и сел необходимо уделить этому больше внимания. Мы начали свое дело в 2019 году. Получили льготный кредит на сумму 5 миллионов тенге под 6% годовых. На эти деньги возвели и запустили работу двух теплиц на площади 360 квадратных метров. В прошлом году получили безвозмездный грант на 4 миллиона тенге. Сейчас строим еще две теплицы. В год собираем до 5 тонн овощной продукции – огурцы и помидоры. Также выращиваем кабачки, капусту. Есть участки с малиной и клубникой. Снабжаем продукции магазины райцентра. Поставляем овощи в другие населенные пункты района. Это наш семейный бизнес. Помогают дети, сноха. Могу отметить, что сейчас есть все условия для открытия своего дела. Главное – нужно трудиться. В целом сельское хозяйство в районе развивается на хорошем уровне. Местные фермеры разводят племенной скот. В частности, коров, паротангус, белоголовая, сементальская, калмыцкая, улекольская. За 8 месяцев текущего года животноводам выплачены субсидии на сумму более 332,5 миллионов тенге. К слову, в районе наблюдается рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и верблюдов. На площади в 1800 гектаров выращиваются кормовые культуры, а именно многолетние и однолетние травы. Наше хозяйство открылось в 2018 году в селе Кунарад Саралжинского сельского округа. Разводим крупный рогатый скот породы ангус. Общепоголовье скота у нас более 500 голов. Выращиваем пшеницу, просо, та же кормовые культуры, сорга, суданку. Урожайность в этом году хорошая, осадки помогли. Урожайность в среднем 7 сантиметров с гектара. Кормами себя обеспечиваем полностью. Уже получили субсидии на кормозаготовку по 30 тысяч тенге на одну голову скота. Это весомая поддержка. В следующем году планируем запустить орошаемые участки. На 150 гектарах планируем выращивать люцерну. Во время встречи с главами хозяйств Кимобласти отметил, что в ближайшее время в регионе стартует проект Аул Аманаты и призвал поддержать его. Сегодня большинство сельских жителей нуждаются в поддержке. У вас есть возможность, есть техника, поддержите сограждан. Проект Аул Аманаты, ранее реализованный и показавший результаты в Жамбургской области, теперь стартует в Актюбинской области. В ближайшее время сельчанам будут выданы кредиты под залог жилья по 2,5%. До сих пор такого опыта в стране не было. Этот проект будет запущен для того, чтобы дать возможность сельчанам улучшить положение. Они должны сделать свой дом источником дохода. Содержание скота или садоводства каждый житель будет выбирать сам. А кооперативы должны помогать им в плане техники, в плане реализации продукции. На особом внимание в районе творческое развитие детей. В Уиль действует детская музыкальная школа, имеющая 50-летнюю историю. Ребята обучаются музыке в новом здании, построенном с привлечением спонсорских средств. Осмотрев учебное заведение и побеседовав с учениками, Эким области пожелал юным музыкантам удачи. Сейчас здесь обучается 250 детей, работает 16 педагогов. Школа имеет множество достижений на республиканском и областном уровнях. Имеется ансамбль «Маржанби» и детский хор «Алакай». Обучение производится в семи отделениях. Это фортепиано, традиционное музыкальное искусство, эстрадное пение и другие направления. Кроме того, глава региона ознакомился с ходом работ по среднему ремонту дороги, соединяющий села Уилл и Хараой, поставил конкретные обязательства перед подрядчиком.